Всем привет, с вами Арксплюи, и это обзор обновления Доты 2. Наконец-то вышло новое обновление, но оно пока доступно только в тестовом режиме, но на днях она уже выходит в официальную версию Доты. То есть это будет четверг, пятница, ну скорее всего. Но прежде чем это все выйдет, прежде чем будут изменения, давайте мы сначала с ними ознакомимся, правильно, чтобы быть в курсе дел. Конечно я понимаю, да, что вы сами могли зайти, прочитать, здесь все по-русски написано, но в первую очередь я хочу сказать свое мнение, правильно, там по каждому пункту, там аналитика, вот самое главное. Анал, анал, аналитика, запомните. Версия обновления будет 6.83. Ну что ж, у СГО. Вот мы видим, да, во-первых, самое главное что, как это обычно бывает каждый год, зимняя версия карты. Я уже немножко посмотрел здесь, давайте быстренько глянем. Ничего такого сверхъестественного, просто такая традиция, да, есть обычная карта Доты, есть зимняя карта Доты, где снег. Но у нас здесь температура по 38, у нас здесь метели, такие метели, что даже опускаются работы, поэтому нам не нужно этого снега, давайте, до свидания, я даже не буду смотреть. Потом, фэнтези Дота, мало что могу сказать об этом, я знаю, что было что-то в фэнтези в компедиум, когда я покупал компедиум, там сополнял, там была какая-то тема фэнтези, там нужно было, по-моему, выбирать или Диму, или что, но что было дальше, я уже не помню. Поэтому я тоже этот пункт пропущу, кому это интересно, вы уже могли это прочитать. В честь победителей второй фэнтези сезона игроков, первые три места. В итоге они получают новую анимацию телепорта, но пускай радуются. И вот самое главное, новые сеты, да, я опять сниму открытие сундуков. Но сначала я гляну, сколько это будет стоить. Кстати, смотрите, помните, я покупал сундуки в прошлый раз, там, по-моему, по 100 рублей стоил сундук, или дешевле, да? Там выпадали сеты на Миноманстер и так далее. Сейчас эти сеты начали продавать. Как вы думаете, почем? Сет на Миноманстера сейчас стоит 600 рублей. Только на него. Остальные примерно столько же. То есть я покупал за 100 рублей, проходит время, и их начинают продавать за 600. Вот она выгода. Ну, смотрим, короче, вот на сеты новые, да? Первый сет нас на Тине идет, но не знаю. Может, они просто плохо показали, может, сверху было бы красивее, но мне не очень понравилось. Не знаю. Так себе. Потом идет сет на Луну, но Луна очень редкий герой, поэтому... Ну, и у нее, видите, минус, что все сеты одинаковые. Например, мне вообще не понравился ее сет, ну, говно. Дальше у нас идет... Вот, на Легионку тоже такой неплохой сетик. Очень похож на стандартный, вот это мне не нравится. Хотя я хотел бы на Легионку собрать сет, я бы купил бы его. Дальше у нас... О, подождите. А-а-а, она хулиганит просто. Потом у нас есть Дров Рейнджер. Тоже более-менее стандартный. Ну, просто здесь плохо сняли. Вот я могу сказать, что... Плохо сняли. То есть сеты, в принципе, не видно нормально. Дальше у нас что идет? Вот, а на Расту... Просто добавили тупо перья, и все, сет готов. И самое главное, я хочу на Снайпера. Ну-ка, покажите, он сильно изменился, я надеюсь? О-о-о-о... О-о-о... О, Снайпер, уматный сет. Я на него хотел бы, вообще шикарно. Шнарпел! Уматный... Вот на Снайпера я хотел бы сет. Ну ладно, идем дальше. Сокровищница. Это я тоже не понял, что это такое. Качество... И скорее всего, для игроков сервера Nexon или Perfect World. А при чем здесь вообще Дота? Ну-ка, подождите. Сейчас мы быстренько бегаем взглядом, посмотрим. Ну, в смысле, это обычный сет. И че? В смысле, опять какие-то сеты. Говно, ладно. Все, пойдемте дальше. Еще добавляют какую-то сокровищницу секретов. А, суть этой сокровищницы в том, да, что внутри нее могут быть другие сокровищницы. Но это типа матрешка. Мы прям с вами видим, что это матрешка. Далее, ледяной блок. Вот еще, знаете, в чем был минус? Что у меня сейчас новый аккаунт, но он уже не сильно новый, да? Но все равно. А компедиум у меня на старом аккаунте. Я так сильно жалел, что нельзя перекинуть компедиум. Реально. Как бы у Бумата, я бы статую сейчас сделаю и так далее. Вот у нас теперь новый вид статуи замороженной. Как я понял, скорее всего, теперь статуи... Статуи можно будет покупать отдельно. То есть новые блоки можно будет покупать теперь в магазине. Это очень хорошо. Дальше тоже новый итем. Молодцы. Только зря, что они его сделали временным. Это подарок. Так, суть в том, что вы в эту упаковку можете засунуть любой итем и подарить человеку. Само собой, человек увидит изначально сам подарок. То есть он увидит упаковку, только потом узнает, что внутри. Это уматно вообще. То есть реально делать подарки можно. Но я не понимаю, зачем они сделали временные. До 12 января. Кстати, а если я куплю ее, она останется у меня навсегда? Скорее всего, да. Я бы купил, если она бы стоила рублей 10. Это вообще шикарная тема, реально. Кому-нибудь на день рождения подарить, потом подарок. Кто какие-нибудь итемы засунуть. Но теперь самое главное. Патч. Так, давайте сейчас я уберу Steam, чтобы он вам не мешал. Патч 8... Ой, патч 6.83. Во-первых, я согласен полностью. Время подготовки к пику в рейтинговом АУПИК уменьшено 40 до 30. Да. Потому что вот здесь такие две грани. Когда ты играешь в обычную игру АУПИК, да. Там наоборот не хватает времени тебе пикнуть, проанализировать. Когда ты играешь в рейтинговую, да. Там очень долго все. Ты уже пикнул себе героя, да. И там так долго идут пики. Поэтому время уменьшено. Правильно. Это я говорил в игре. ПВП за Некро. Теперь во время старта игры появляются только руны богатства с двух сторон. При этом эти первые руны богатства имеют двойную эффективность. То есть два раза больше бабла и опыта дают. Это хорошо. Теперь будут люди реально воевать за первые руны. Это тоже, знаете, сделает разновидность игры. Теперь иллюзии наносят 25% меньше урон настроения. Тоже правильно. Награда за добивание казармы ближнего и дальнего боя снижена. Теперь будет меньше награды за добивание вышек. Ну, пускай будет так. Я говорю, что я за любое обновление, к любому обновлению можно привыкнуть. Но любое обновление, я всегда это говорил, это двигатель прогресса. То есть это изменение. Изменение игры опять заново привыкают новые там стратегии. Бла-бла-бла. Но в любом случае будут те люди, которые будут ныть. И будут недовольны. Теперь каждый игрок получает за разрушение вражеские казармы ближнего и дальнего боя. Ага. Теперь можно забраться на возвышенность для установки... Ага. Смотрите. Теперь можно забраться на возвышенность для установки варда. Справа от логова. Вот и есть логова. То есть, скорее всего, там сделали какое-то изменение пути. Потом посмотрим с вами. Изменена точка установки варда рядом с древними крипами сил тьмы. То есть это за верхняя. А, она была, получается, да, возле вышки и возле древних. Тоже потом посмотрим. Запас здоровья у древнего гранитного голема уменьшен. Ну, это посрать вообще. То есть это, в принципе, легче будет быстрее фармить. Ага. Увеличивающий запас здоровья союзников. Ага. Прикольно. То есть, Чен собирает Аганим, потом заколдовывает этого голема. И у всех ваших союзников будет увеличен процент здоровья. Офигеть. Это тоже очень жестко. Время возрождения крипов в приватных лобби в режиме СМ теперь такое же, как и в Алпик. Пойдет. Максимальная скорость атаки увеличена с 500 до 600. Изменения наиболее отразятся на таких способностях, как у Фокус Фаер. Это когда она, по-моему, ультует. Да, насколько я помню. Я специально подготовился. Да, да, да. Я подготовился. Чтобы прям 100% правильно сказать. Так. Сейчас, секунду. Что-то я потерял. Вот она, винда. Фокус Фаер. Это, скорее всего, это ее ульта. Да, это ее ульта. И Овер Повер Урсы. Ну, ты себе знаешь, что это такое. А-а-а. Да, да. Все. Это хорошо, кстати. Это хорошо. То есть, увеличили максимальную скорость атаки. Максимальную. Когда ты ее набираешь, например, с помощью скиллов. Или можно набрать ее с помощью итемов. Например, за войда. Да, ты можешь набрать там АПТ, Маднес. Потом Мьоунир и так далее. Это хорошо. Вот я обожаю скорость атаки. Теперь она будет еще больше. Это хорошо. Следующие способности теперь работают в полную силу, когда используются на юнитов с иммунитетом к магии. То есть, теперь они тоже пробивают иммунитет. А-а-а. Описание предметов в ангарде. А-а-а. Щиток обычный. Потом щиток ловкач. И крутая броня. Теперь показывается вероятность срабатывания блока. Что? В смысле? А они что, не показывали вероятность? А мы сейчас все разберемся. А что вы думали? Это вам хухры-мухры? Нет, нет. Они же показывают там 40 и 20, я помню. Ну, например, щиток. Щиток увеличенное. Да вы не заметили? Реально, все какое-то огромное. Ну вот, 20 и 40. Ой, я не то говорю. Это я про авангард говорю, да. УВГ 20 и 40. Ну вот же, показан процент. Шанс блока. А что имеется ввиду? Ну посмотрим. Вероятность срабатывает. Вероятность. Ну ладно, все равно. Если это будет более информативно, я буду только рад. Видимость и туман войны теперь являются численными значениями. А не определенными интервалами. Вообще ни о чем не говорит. Ну допустим. Герои. Все, поехали. Теперь изменения героев. А, длительность Bar of a Tame увеличена... Так, увеличена длительность, да? Не помню я, честно, что это за скилл. Я английские названия не запоминаю. Я помню все наизусть у каждого героя. Что какие скиллы делают. Но названия я не помню. Так, Абадон. Ну, скорее всего, Bar of a Tame это или ульта, или щиток. Давайте скажем, что это ульта. Да, это ульта. Молодец. А, сначала будем угадывать, потом будем смотреть. Ну вот увеличили время действия ульты. А здесь написано, нет? 3, 4, 5. Да, написано старое. Все правильно. Алхимик. Базовый бонус от Grievous Grid. Это, по-моему, первый скилл у него. А, нет, нет. Это у него, получается, монеты. Да, Алхимик. Это у него монетки будет. Сейчас быстренько. Да, монеты. Все правильно. То есть, увеличили бонус в монетах. Молодцы. Это хорошо. То есть, теперь Алхимик будет очень жесткий фармер. Потом еще и бонус. А, то есть, раньше бонус был от 1 до 4. Теперь он стандартно 3. Прикольно. Максимальный бонус 36 стал. Офигеть. Короче, очень сильно подняли Алхимика. Очень сильно. Он и так был топ. Да вы о чем говорите? Он и так был топовым фармером. Топовым. Первые места Алхимик по фарму занимал. Сейчас он будет еще более топовый. Так, ну вот мой любимый Акс. Длительность Battle Hunger. Battle Hunger, по-моему, это второй скилл. Это горелка, да? Ну, в любом случае, если написано длительность. Да. А, теперь она стандартно 10 секунд. Так ее пофиксили, понерфили что ли его? А, хотя подождите, скорее всего урон будет увеличен. Нет, смотрите. То есть, теперь она меньше работает, при этом урон... А, да, все правильно, все правильно. Урон увеличен. То есть, получается так. Ну, понятно, ее просто подняли, да. Уменьшили дальность. Скорее всего, увеличили, да, увеличили замедление. И уменьшили стоимость. Неплохое изменение, да, молодцы. Потом идет Бэйн. У нас перезарядка Нич Мэри. Нич Мэри, это, по-моему, Найч. Песрать вообще. Это, по-моему, сон у него. Вот он, аж Бэйн. Да, само слово Найч говорит о сне. Нич Мэри. Ладно, неважно, короче. Я еще раз говорю, что я плохо знаю английский язык. Уменьшили перезарядку. В итоге она будет 13 секунд. Вообще посрать. Потом Брю Мастер. А, Бист Мастер, извиняюсь. Бист Мастер. Постоянно их путаю. Это тоже очень хороший герой, у которого ульта пробивает БКБ. Так, Call of Wild, это призыв животных у него идет. Вот он, Брю Мастер. Да. То есть теперь на любом уровне способность может сожидать. Прикольно. То есть теперь можно на каждом уровне, да. И, скорее всего, увеличить здоровье. Нет, не увеличили. Хотя в итоге она будет так же. Стольник. 400. 600. Уменьшили видимость. И награду уменьшили. Ну, ничего страшного. Дальше идет у нас Бусикер. В неделе будет добавлен... О, поздравляю, Бусикер будет у нас... А, Бусикер. 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 Ну, не важно. Он будет у нас на СМО. Хотя, герой... Вот когда ему сделали, да, второй скилл другим, герой... Ну, когда его понерфили, да. Герой стал вообще почти бесполезным. Честно. Вот честно. Почти бесполезен. Конечно, бывает такое, что его на фиде, там он будет там тащить, но он почти бесполезен. Его добавили с СМО. Посрать вообще. Будет рейндж больше не усиливать СМО. А, теперь он не усиливает исходящий урон, который не отражающий. Интересно. Дальше идет Баунти Хунтер. Наш трек. Ну, трек это у него ульта. А, теперь бонус для героя 350. Перезарядка уменьшена. То есть, он теперь будет больше фармить. Молодцы. Тоже подняли Баунти Хунтера. Вот он, ваш Бримастер. Уменьшили броню. Это у него скилл стан. Он топает по земле. Не стана, а замедление, когда он топает. Уменьшили время замедления. И увеличили перезарядку. Короче, его пофиксили, Бримастера. И так его редко... Ему лучше бы ульту пофиксили. Потому что у него самая геморройная, это только ульта. Дальше идет Брисбэк. Бриствэбэк. Или просто говоря, ежик. Урон от наложения к Вэрик Спрей. Увеличили урон. Ну, тогда колюшки кидаем. Ну, фигня, ничего интересного, короче. Не, подождите, ему не увеличен. А, увеличен. А, да, да. То есть, его подняли. В итоге будет 36. Ну, Брисбэк, да, хороший герой. Очень хороший. Если его тоже нафинят, вообще будет так убивать. Дальше идет у нас Брудмазер. Офигенный пушер. Топовый пушер. Дневная дальность видимости. Это или паучки у него, или это сетка. Я не помню. А, спайдер, паук. Это паучки. Спайдер линч. Сейчас посмотрим, короче. Вот он. Да, да, это паучки. Молодец, паучки. Кстати, видали, здесь неправильно написана способность. Она называется вот так. Спавн. Спайдер линк. Все, я двойку ставлю им за перевод. А-а-а-а. Ну, вот, короче, уменьшили где-то дальность видимости дневную. Вообще, посрать. Просто посрать. Ничего с ней не случится плохого. Дальше идет Чаус Кнайдж. Тоже невероятно мощный герой. Если его тоже нафидит, когда у него будут иллюзии. И так будет, не знаю, нагибать это забейте. Так, увеличили реалити рифт. Я не помню тоже, чьи за скил у него. Сейчас глянем. Чаус у нас силовик. Так, реалити... А, притягивание. Да, это притягивание. Увеличили урон до 120. Стоимость маны уменьшили. И длительность жизни иллюзии увеличена. Прикольно. Теперь у него иллюзии еще будут дольше. То есть... Ну, его, грубо говоря, подняли. Я считаю, что его подняли. То есть, мы увеличили урон. Да, его, да, его подняли. Очень сильно подняли. Еще иллюзии. Господи, и так геморройно. Еще и подняли иллюзии. Ладно, Чен. Чен, у которого есть огромный... Ооо! Теперь, при использовании тестов на себя... Вау! Подождите, это телепортация, что ли? То есть, раньше такого не было. По-моему, где там Чен у нас? Где-то здесь он должен быть. Да, это телепортация. Два одинаковых названия, смотрите. То есть, теперь, когда Чен делает телепортацию сам на себя, он телепортирует всех юнитов, которые он подчинил себе. Офигеть. Ха-ха-ха. Это как у лондруида, когда он медведя к себе телепортирует. О! Количество подчиненных юнитов подняли. Офигеть. То есть, теперь еще будет больше. Поздравляю. Теперь до четырех. Вы прикиньте, да? Это такая тактика. То есть, покупаете Чену Даггер, прокачиваете вот этот вот Холи Щит до четвертого Лейла, подчиняете себе четыре крипа, там, Станнера каких-нибудь. Или собираете Аганем, прикиньте, там, всяких этих Големов. Прыгаете с Даггера и к себе всех телепортируете, выносите. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А-а-а-а. Ну, в любом случае, я уверен. Молодцы, что сделали такую тему. Я уверен сто процентов, что на турнирах это будет как-нибудь обузить. Вот эту вот телепортацию. Прикиньте, вы находите в лесу Чена такой, подходишь к нему, типа, Эй, ты, а босс, эй, эй, эй. Такой подходишь ему, щелбан, даешь такой слегонца. А он такой берет, пук, телепортировал себе четыре Голема. Они тебе такие по щам понадавали. Ну, посмотрим. Ну, я уверен, что на турнирах это будут обузить. Есть популярные игроки, которые любят за Чена играть. Так, дальше у нас идет Клинкс. Базовая дальность атаки. Увеличили ему дальность атаки. Тоже подняли. Чена подняли. Сильно подняли. Дальше Клокверк идет. Батарейки у нас. Урон от батарейки. Ну, это батарейки. Давай все равно глянем быстренько. Сейчас, сейчас, секунду. Это батарейки. Это батарейки. Это бат... А, нет, смотрите. Нет, батарейки... А, Коги. То есть, как я мог забыть Коги? Все, все. Вот не зря мы проверили. Мы проверили меня в первую очередь. Наши урон от первого скилла подняли. Это хорошо. Хотя, подняли прям незначительно. Все же на пятерочку. Но все равно, первый скилл очень полезен. Так, значит, Кокерка подняли. Кристалл Мейдан. Ага. У Кристалл Кнову подняли. Так. Давайте быстренько откроем Кристалл Ку. Глянем, что у нее как. Лейн и Суппорт. Суппорт и Лейн и Суппорт. Ну вот. Вот оно. Вот это первый скилл. Ее замедление увеличили. Ну, неплохо. Хотя, сейчас большинство играет через второй скилл. Вот как раз второй скилл у нас. Это Стан. О, уменьшили перезарядку. Вау. Это хорошо. То есть, теперь у нее чаще будет второй скилл. И ульта. Прерываемая. Так, длительность увеличена. Вау. Все. ЦМку опять подняли. Да, ее подняли. Офигеть. Еще и радиус. У нее... Я всегда говорил, что ЦМка, она со мной стороны дохлый герой. Тонкий. Но она очень сильный герой. У нее очень сильные скиллы. И теперь, когда увеличили время ульты, увеличивали радиус. Она сейчас станет жесткой. Очень жесткая. Так, ЦМку очень сильно подняли. Дальше идет Дарксир. Там еще много их? О, господи Иисусе. Да вы что, издеваетесь? Будет неделю будет. Давайте, конечно, быстрее уже. Мы очень долго будем. Так, Дарксир. Броня у него увеличена. Истягивание вакуумом. Потом Даззл. Начальная дальность атаки увеличена. Вообще бесполезно. Прирост силы уменьшен. Печально. Потом Дизраптор идет. А, что такое Глизм? Я не помню. Глимс. Это ульта, что ли? Сейчас глянем, короче. Так, здесь должен быть Дизруктор. Вот он. Нет, не тот. А, второй скилл. Да, притягивание. Ну, телепортация, короче. Так, уменьшили стоимость маны. Потом перезарядка и так далее. Дальше идем. Драгон Кнайдж. Теперь третий уровень. А, подняли Драгон Кнайдж. Молодцы. Хороший спел, хороший. Потом Дров Рейнджер у нас идет. Ага. Это у нее, по-моему, третий скилл Дров Рейнджер. Пассивка, которая активка. Пассив актив. Так, где-то она у нас здесь. Ловка, штрюка, ждем у нас Дров Рейнджер. Так, вот она. А, подожди. А-а-а-а. Все, понятно. Это у нее ульта. Да, теперь ее ульта будет работать и на нее же иллюзии. Ха. Какая логика. Потому что ульта не работает, когда рядом есть враг. Вражеский герой. Поэтому посрать. Ничего не изменится. Дальше идет бесполезный спирит. Какая-то комбинация способностей. Так, и увеличили урон. Все равно герой бесполезный. Хочу дальше идем. Там так еще много читать. Господи, очень много. Давайте мы ускоримся, реально. Ну, вы видите, да, здесь часа два еще читать. Так, давай, давай. Самое главное, посмотреть самых популярных героев ключевых. Например, Шейкер. Великолепный герой. Стоимость маны у тотема изменена. То теперь тотем будет дешевле. Хорошо. Эвдер Титан. Урон у его духа уменьшен. Этот баг я не видел никогда. Энчантрес. Так, базовая скорость передвижения увеличили. Тоже неплохо. Вот. Вот этот ключевой герой. Воид. Так. ТМВ. Больше не замедляет скорость атаки. Ну-ка, подождите. А он что замедлял? Я знаю, что он движение замедлял. А, смотри. А я даже и забыл, что первый скилл Войда замедляет и скорость атаки. Потому что движение, это понятно. Теперь больше не замедляет. Какая разница, короче. Удан. Да вы чё. Короче, увеличили кд нашей ульты сферы. А, юнит типа Варда. Ага. Теперь, короче, нельзя ставить Вард внутри хроносферы. Ну, я не знаю, кто ставил Варды. Зачем ставить Вард внутрь купола. Обычно ставят Вард за купол. Поэтому это ничего не изменится. Нормальные люди ставят за купол. Дальше мы смотрим на гирокоптер. Это ульта. У него радиус действия увеличен. Молодцы, да. Теперь ульта у него больше стала. Вау. Нифига себе. Замедление теперь увеличилось. Со второго заряда до 60%. О, смотрите. Хоминг миссии. Это его ракета, что ли? Так, где там гирокоптер? Где-то здесь должен быть. Да. Теперь, короче, на ракету можно использовать Форст Став. Ха, бред вообще. Чтобы, короче, быстрее пролетело. Интересно, надо посмотреть. Когда ракета летит боком, ты ее толкаешь. Как там анимация выглядит? Так, сейчас, секундочку, подождите. Так, ну что ж, идем дальше. Далее у нас Хускар. Хускар Шмускар. Убеличена у него регенерация здоровья до 10. Потом процент регенерации. Изменен процент. А, это вот одно есть. Они просто разделили на 2. Ага, то есть Хускара тоже подняли. Так, быстрее, быстрее. И О, или просто Висп. А, для выполнения действий теперь не требуется поворот персонажа. Да, я помню, была такая тема, что, например, когда ставишь вард или что-нибудь, он поворачивается постоянно и делает. То есть не сразу же. Теперь он будет сразу это делать. Прикольно. Я хочу посмотреть это, как будет выглядеть в итоге. Жакира, периодически урон уменьшен. Пофиксили. Жигарнаут, базовая ловкость увеличена. Молодцы. А, ну, это крит, в принципе, остался такой уже нормально. То есть немного подняли Жигарнаут. Потом Коттл, стоимость манной способности реген мана. Это чакра магик. О, смотрите, да, опять подняли тоже, ему сделали дешевле, дешевле стоимость маны. Ммм. Ну вот, то есть Коттла тоже подняли, сделали дешевле третий скилл. И ослепление сделали тоже дольше, тоже хороший скилл очень. Но мало его, кто использует за Коттла. Потом Кунка. Это вот маркер третий скиллового. Задержка на врага 4 секунды всегда. Ну, тут ничего не изменилось. Дальность применения увеличили на 50. Перезарядка уменьшена. Стоимость. А, смотрите, теперь изменения. Теперь, когда вы кинули крест и жмете еще раз крест, у вас не будут стоить это маны. Раньше это стоило маны, чтобы вернуть врага самовольно. Дальше Лешарк идет у нас, Лешрак. Убеличили, так, длительность диаболиков, потом замедление и так далее. Ну ладно, это говно герой. А Лиш, перезарядка Чамфрост, это вот его ульта, насколько я помню. Да, конечно, да, по-любому это ульта его. Ну, чтобы не ошибиться, давайте зайдем. Не сюда. Чамфрост, все правильно, это его ульта. А, в принципе, ничего не изменилось. В итоге, так и будет 60 секунд. То есть, немножко там уменьшился КД, но это ерунда. Лайфстиллер тоже ключевой герой. Теперь вы можете контролировать юнитов, которого все есть. Вау, а это что-то новое, смотрите, контролировать героя. А-а-а-а. Я вспомнил. Сейчас же Лайфстиллер не может контролировать юнита. Да, точно. То есть, если он в лесу в кого-то залез, он просто там будет сидеть, или в крипа, но теперь вы сможете управлять крипом, при этом все способности крипа останутся. Офигеть вообще все способности. Молодцы, интересно. Ну, понятно, что нельзя использовать на герой, это очевидно. А, вот, и крип будет передвигаться со скоростью Лайфстиллера. Офигенно. Это тоже новая мета, будет новая тема. Интересно, как будет реализовывать, тоже обузить. Будет. Потом Алина, скорость полета. Ага, 1000. Урон увеличен. Так, тоже подняли Лин, увеличили урон. Ну, тоже Лину подняли Лион. Ну, как же без Лиона? Базовый урон увеличен. Не знаю, зачем, но ладно. А, то есть теперь уменьшили интервал сосания маны, да, и теперь иллюзию убивает моментально. Тоже хороший скилл против иллюзии. Дальше. Луна друид. Убранное время призыва. То есть теперь он сразу же призывает батли крей. Это когда он орет. Так, увеличили перезарядку. Длительность уменьшили. То есть его понерфили. Хотя подняли урон. А, нет, нет. Не понерфили. Нормально, нормально. То есть подняли урон, подняли броню. Это именно с этого скиллайдера. Потом Луна. Убеличено количество прыжков. Ого, прикольно. До шести подняли. И лучи. Так, лучи подняли до одиннадцати. Саганимом аж до четырнадцати лучей. Тоже подняли Луну. Потом Мипа. Что такое, подождите. Я не помню, что это способность. Адвистанта. Мипа. Мипа, мипа. Так, вот она, Шмипа. Это у нас ульта. Время возрождения при наличии способности. Ага. То есть, в принципе, да. Его немножко понерфили. Немножечко. Потом идет Морф. У нас максимальное оглушение. Кстати, я снимал. Лес Плюй на Морфа. И там я показывал очень редкую сборку. Морфа в силача. У нас было там, по-моему, по четыре с половиной к хп. При этом, теперь, видите. Подняли Морфа. Теперь у него стан 4 секунды. Это очень долгий стан. Ну, почти 4.25. Это еще дольше. То есть, не забывайте. Если у вас больше ловкости на 50%, да, процентов, то у вас будет идти максимальный урон. Если у вас больше силы на 50%, чем ловкости, то будет идти максимальный стан. Дальше идет Сталкер. Базовый урон увеличили. Стоимость маны уменьшили. Дарк НС. Ага, это его ночь, ульта. О, теперь больше не останавливай таймер. Ха, прикольно. Хотя всю жизнь останавливал, сколько я помню, Баванара. Уменьшили длительные способности и перезарядку уменьшили. Нормально. Тоже хороший герой. Потом Агр. Уменьшили урон. Идальность применения. Дальше Дистрауэр. А, он же по-другому называется. Да, да, да. Я... Само собой, как многие старички дота, они все привыкли к старым названиям героев. Скелетон Кинки, бла-бла-бла. Там было от Дистрауэра 10 Диаболуэр. Ну ладно, ну не важно, выполнили. Короче, Дестер. Бонус к интеллекту увеличен, это хорошо. Длительность бонусного интеллекта уменьшена. Фантомка. Процент крита. А, ну немножечко изменилось, хотя бессмысленно. Все равно в конце будет одно и то же. Феникс. Так, Феникса подняли, смотрите. Ему подняли количество ударов на одно, это хорошо. Хотя, я говорил, что профессиональный Феникс тот, у которого не ломает яйцо. То есть нужно очень грамотно кидать второй скилл и очень грамотно ставить яйцо. Переходящий у нас ошибка, исправленные ошибки, которые Гарлус... Ну такой ошибки я не помню. Пудж! Ааа, да, я слышал, слышал про это. Теперь у Пуджа увеличили дальность хука с первых левеллов. Смотрите, было 700, теперь 1000. То есть его очень сильно подняли. Кстати, у него давно-давно в первой дуре так же было, когда вот водили Пуджа, у него тоже был длинный хук. Потом сделали коротким, теперь опять длинным. То есть вернулись к старой теме. Пугна, замедление союзников. Теперь она будет меньше замедлять. Увеличено количество ударов по варду. И теперь, если Пугна поставил вард и враг врубил Блэдмэл, возвратка не будет работать. Оаа! Так, идем дальше. Клопа. А, да еще... Блин, как же много-то! Господи Иисусе! Как много! Давайте быстрее. Офигеть! И там еще написано небольшое изменение. Нихрена себе, небольшое изменение! Это небольшое? Недавно я выкладывал ПВП на Клопу дальность блинка. Увеличили, молодцы. Перезарядку сделали больше. А, нет. Перезарядка, в принципе, в конце будет то же самое. Вау! Теперь ульта наносит чистый урон. Это офигенный плюс. Короче, ее подняли. Хотя урон уменьшили, да, немножко. Но все равно у нее чистый урон. Но в любом случае Клопу подняли. Дальность прыжка у нее увеличена, ништяк. Рики. Увеличили количество прыжков. Увеличили время перезарядки. Бонусный урон. Тоже немного приподняли, при этом время увеличили. Рубик, Монокост. А-а-а. Так, ну-ка, подождите. Не помню название этого скилла. Это, по-моему, воровство, да? А, нет. Это третий скилл. То есть теперь... А, все понятно, да. Теперь, короче, наш скилл воровства. Плюс Аганим, да? Его перезарядка будет 2 секунды. Охренеть. То есть он сможет прям моментально украсть одно, ультануть и украсть другое. Офигеть. Так, потом идет СФ-шка. СФ-шка увеличена тоже. Урон, молодцы. Сайлансер. Так, ну-ка, Сайлансер. Давайте глянем быстренько. Сайлансер, Сайлансер. Где ты, друг мой? Так. Смотрим. Названия у него все запутанные. Ага, второй скилл, да? И там чистый урон, которого идет. Чистый же, правильно? Да, чистый. Урон теперь составляет... А, увеличили, ништяк. То есть теперь он будет сильнее бить с руки вторым скиллом. Перезарядка третьего скилла. Это у него сало. Ну, в принципе, вначале уменьшено, но в итоге оно одно и то же говно. И глобалка. Глобал с Аганимом. А, теперь не увеличивается время ульты. Смотрите. Длительность со скипетром. Видите, раньше увеличилась на одну секунду. Теперь не увеличивается. Но зато, вот теперь, да, реально. Сайлансера теперь... Вот я правильно говорю. Нужно собирать в кэри. Покупайте ему Маднесс. Все. Покупайте Маднесс, чтобы у него была очень быстрая атака. И теперь, когда его так сильно подняли, это, в принципе, неплохо подняли. 6% это хороший показатель. Он будет вообще с руки нарезать. Скаймак. Басовая ловкость уменьшена. Теперь он будет не ловка, а кусок инвалида будет. Свардар. Спирит это у нас ускорение. Уменьшено время ускорения. Перезарядка тоже уменьшена. Так. Ну-ка, это что такое? Подождите. Свардар. На Ашку. А, ульта. Ульта у него уменьшена. С 10 до 5. Хорошо. То есть теперь Свардар может чаще ультовать. В замесе тоже это будет шикарно использоваться. Вообще шикарно. Потом вот Сварк наш любимый. Это первый скилл, по-моему, помните у него, да? Сварк. Сварк, Сваркуша, как Каркуша. Нет, второй. Второй скилл, прыжок. О, уменьшили урон от прыжка, но там немножко уменьшили. То есть его пофиксили. Но вот Снайпер. А-а-а-а-а-а-а. Засранца, а? Совсем недавно я в ПВПшках говорил, что Снайпер нечестный герой. Потому что в ПВП он может с помощью первого скилла и соу-ринга спокойно снести вышку, даже почти не подходя к ней, далеко стреляя первым скиллом. Теперь первый скилл больше не наносит урон зданиям. Это честно, я считаю. Теперь первый скилл обладает тремя зарядами. Офигеть. То есть теперь он будет стрелять три раза подряд. Монокост уменьшили. Тоже ништяк. Снайпер офигенно. То есть с одной стороны его пофиксили, что убрали урон здания, а с другой стороны теперь у него три заряда первого скилла. Наконец-то он стал довольно актуальным. Так, мой любимый Баратрум. Перезарядка. Это, по-моему, разгон у Бары. А, это второй скилл. Это пассивка, которая активная. Актив-пассив, короче, да? Да, хоста. Понятно. Уменьшили время перезарядки. Посрать. Скорость поворота. А, теперь шторм будет медленнее. Свен. Ладно, давайте опять быстрее, быстрее, быстрее. Уровень... О, урон союзника. О, ништяк. Саганево вообще увеличен урон союзникам. Это вообще отлично. Течис добавлен с МОД. Поздравляю. Хотя, я думаю, что его будут там очень редко пикать. Урон от мины увеличен. Это хорошо. Теперь мины будут бить сильнее. Это огромный плюс. Потом Тирабля. Так, длительность коста. Тайт Хантер. Базовая скорость уменьшена на 5. То есть, он стал медленнее. И урон от ульты стал меньше. Тинкер. Так, это, по-моему, первый скил у него, да? Тинкер, тинкер. Миссилы. Нет, это второй скил у него. Ракетки. Урон ракеток уменьшен. А, увеличен. Ну, тоже немножко увеличили. Я говорю, что Тинкер это один из самых сильнейших прокастеров в начале. Тем более, если он идет на мид, он практически любого прокастера может убивать. Потом идет Тинни. Так, длительность ТОС увеличена. Это хорошо. ТОС это когда он кидает, сколько я помню. Да. И скорость передвижения увеличена. Хорошо. Так, Трэн Протекшн. Перезарядка. Тролль Варвард. Очень редко пикают тролля, хотя герой очень хороший. Здесь правильно, слишком медленная атака при первом стаке в Варвард. Хорошо. Тут скорость. Ага, длительность так увеличена. Ну-ка, подождите. Здесь надо разобраться подробнее нам, подробнее. Где у нас Туз Карф? Вот он. Так, Айси Шерд, да? Вот он. Скорость. В смысле, скорость коста, что ли, увеличивается? Скорость. Ну, наверное. Наверное, он стал еще быстрее. Потом длительность. А, теперь дольше будет барьер. Это вообще хорошо. Опять плюсом. Ульту нашу изменили. Только я не понял, как. Можно нацелить на противника. А-а-а. Кстати, уматно. Смотрите. То есть, раньше ты просто ультовал, да? Он подготавливал свою ульту. И ты шел, бил просто. Он ультовал. Теперь ты сразу накладываешь конкретную цель на конкретного врага. Я не знаю, есть ли разница какая-то. Мне это раньше устраивало. Фиг его знает. Ха. Нет, разница есть. Раньше тебе нужно было жать сначала на скилл, потом нажать на врага. А теперь ты сразу жмешь скилл и указываешь врага. Ну ладно, идем дальше. Короче. Undining. Undoining. Короче, это зомби у нас. Теперь больше юита. А, пофиксили. Меньше юнитов стало. Урон лечения. Броня и так далее. Ладно, быстро. О, все, наконец. Наконец-то мы прошли уже героев. Как это было долго. Как это было долго. Винга. А, фигня. Ничего интересного. Висаж. Говно. Варвок. Тоже говно. Виндрейнер. Дальность полета. Повершот. Офигеть. Да вы что, издеваетесь? У нее, короче, повершот уже на полкарты будет влетать. Максимальный урон теперь он будет достигать быстрее. А, нет, дольше. Через одну секунду. Да, дольше немножко. И вычислили дополнительную скорость атаки. Офигеть. 2600. Это же огромный радиус. Дальность. Огромная дальность. Я просто представил себе. Это вообще такая шопа. И что, вы увеличили урон этого скилла? Дальше. Предмет. Самое главное и самое интересное. Поехали. Опа. Анимал Курьер подешевел. Теперь Курьер стоит 120 монет. Поздравляю. Для жидо-саппортов это будет праздничная новость. Потом подешевел Армлет на сотню. Поздравляю всех лесников типа Лайфстилера. Кто покупает Армлет. Также Чаус Кнайдж. Блиндаггер. Вау. Теперь, блиндаггер не сбивается, если мы блокируем урон. Например, рефрекшн от... Как там ее зовут-то? Марта. Нет, не Марта. А, Ланая. Ну ее в первую дочь звали Ланая. А раньше, когда били ее, у нее сбивался даггер. Теперь получается, если она будет дефать урон, даггер не будет сбиваться. Это тоже жестко подняли. Боттл. Курьер, несущий неполную бутылку, теперь всегда замедлен. Офигеть. Я раньше вообще не обращал на это внимания. Ну ладно. Брэдсворд. А, теперь можно покупать в боковом магазине. Это хорошо. Потом... Цирклет. Так, уменьшили стоимость. А, то есть уменьшили стоимость цирклетов, да? Но увеличили стоимость рецепта. Ну ладно. В чем логика, я не знаю. Потом Clarity. Стало больше регенить маны. Хотя и 150 уже мало. Я бы сделал тогда и 200. Потом самая мощная кираса. Увеличили время действия. Ладно. Диффузы. Больше не уникальный... Это... Модификатор атаки. Поздравляю вас тоже. Вы же знаете, что я люблю делать оригинальные сборки. Там, на Войда собирать и так далее. Собирать там всякую чушь. Теперь, да. Теперь можно брать антиманг и собирать ему диффуза. Ля-ля-ля. Скорее всего, по идее. Ну, можно будет просто брать любого героя. Собирать ему маднесс плюс диффуза. А что бы нет? На ловкача, да? Был бы шикарно. То же самое, опять же, в Войде. Собираешь маднесс, диффуза. Он будет бить, выжигать ману. А! Не сочетается с другими атаками. Да, значит, скорее всего, антимаг здесь не получится. Мы не прочитали это. Ну ладно. Все равно. Ништяк. Теперь много сборок можно будет идеальных сделать с ним. Увеличили количество зарядов. Молодцы. Очень мало кто, покупая барабаны, покупал потом заново новый рецепт. Очень мало. Чаще всего барабаны заканчивались, им было бы посрать на них. Так, дальше у нас ветра. О, ветра подорожали на 150. Дальше. О, ништяк. Подешевел у нас банкоригенки. Это плюс огромный. Потом шлем, доминатор. Увеличено количество здоровья, которое получают юниты. Мэджик Вент. О, увеличили количество зарядов. Молодцы. Медальон. О, как дорого. Так, увеличили на 125 монет цену. А, смотрите. Тоже нововведение. Теперь медальон может давать броню своим союзникам. Офигеть. То есть теперь мы можем или отнять 7 брони у врага и потерять свою, или можем дать союзнику и потерять свою. Вообще офигенно. Тоже опять можно будут интересные сборки делать. Связки, да. Кому-нибудь лейту давать броню. Например, за дазов. Собираешь медальон и своему лейту даешь броню всю игру. Дальше. Пайп идет у нас. Цена рецепта снижена. Подешевел пайп. И длительность увеличена. Ништяк. Рефреш. Кулдан увеличен. Немножечко. 10 секунд. Ладно. Ну, ничего страшного. И самое главное, шадом омоле стал дешевле на 200 монет. То есть теперь лотар собирать стало дешевле. Это очень хорошо. Я оставил совсем немного. Давайте уже заканчивать. Так, дополнительные изменения. Мне уже так горло болит, вы не представляете. Я так долго говорю после работы еще. Просто я уже не могу говорить вообще. Игровой процесс. А при просмотре игры со включенным туманом войны будет отображаться то, что видят сами игроки. Сами герои, то есть. Улучшена стабильность сервера под пакетами. А, это типа когда дудосят что ли? Ну ладно. Добавлен звук при срабатывании эффекта замедления от Сенжи и Сенжи Яша. То есть Сенжи, это который красный меч, когда там есть шанс, что он может покалечить и враг будет замедлен. Дальше. Альт-клик теперь работает с пассивными и неизученными способностями. Теперь можно использовать на себе, на союзников. Ну понятно, вообще молодцы добавили еще более продвинутый функционал для альт-клика. Всегда используйте. Можно себя, чтобы узнать состояние здоровья и запас маны. Количество недостающей маны. Потом. Вот. А, вот у каждого героя света внизу, да, у него есть эффекты. Теперь, когда вы нажимаете на эти эффекты через альт, он будет говорить об этом в чате. Тоже прикольно. На Aegis с неактивированными предметами, например, Aegis. Ага. Теперь при оповещении команды о готовности заклинания, текущий уровень, то есть добавляется левил заклинания, хорошо. Теперь, когда вражеский герой умер, мы говорим об этом, добавляется время его воскрешения. Альт-клик на ваш таймер, выведет сообщение об этом в чате. О, смотрите. Прикольно. То есть теперь, когда ты жмешь Ctrl-Alt-клик на защиту, которую 5-минутная, помните? Каждые 5 минут. Теперь он будет говорить о том, чтобы ее не использовать. И тоже Alt-клик по боту, теперь говорит, какая там лежит руна. Исправление ошибок. Исправлена ошибка видимости некоторых эффектов, да, такое было. Исправлена ошибка, когда у игрока вначале было большее количество подконтрольных групп. Никогда такого не видел. Никаких тормозов я не видел. Исправлена ошибка, при которой было невозможно предсказать победу, такого я тоже не видел. Исправлено отсутствие звукового сопровождения при смерти, такого я не помню. Ну и все, и мастерская. Ну все, огромное обновление. Я не знаю, что за тупые дауны написали, что это небольшой башни, нифига небольшой. Он настолько большой, что у меня уже горло болит просто читать его. Давайте еще быстренько раз пролетим. Напомним себе, что мы сегодня читали. Это патч, общие изменения, потом куча героев, куча, куча героев. Огромное количество героев у нас идет. Я все читал, прикиньте. Потом предметы. Вот самое здесь важное, это предметы, на героев посрать. Ну хотя там тоже есть важная информация. Ну все. Так, поднимается самый верх. Все. Вот такое вот у нас обновление под названием Снегопад перемен. Ждем, когда оно выйдет. Говорю, что оно выйдет примерно или в четверг, или в пятницу. Это, ну, 99%. Но даже если не выйдет, то выйдет, скорее всего, может в понедельник даже. Ждем это обновление. Очень интересное обновление. Мне очень понравилось. Я сразу же потом запилю открытие сундуков. Как только выйдет, сразу же куплю и запилю. Потом, если смогу купить статую, я покажу, как ее делать. И так далее. Ну, в любом случае, все. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!